Крадежи, кибершантаж и блокировка интернет-ресурсов. Значный рост правопрошеннёй, сделанных в сфере высоких технологий, означают прокуроры в области. Только с начала года было зафиксовано больше за 70 таких злочинствов. При этом за увесе 2018 год отзначено 300 подобных эпизодов. Так, летость было выявлено три факта блокировки интернет-ресурсов предприемствов. У Гродни была припынена спроба выкрыстания шиммера, нового пристосования, небеспечного простым боком, для ошибки даденных картки платежика Просбанкомат. И по заявлению экспертов, абсолютная большая злочинствов, сдействованных в сфере высоких технологий, связана с крадежами Просинтернет. В имени владельца взломанной странички рассылают сообщения тем людям, которые находятся у него в так называемых друзьях. Содержание этих сообщений может быть различным. Это может быть элементарная просьба о том, чтобы одолжили денег. Кроме того, это может быть просьба о сообщении реквизитов своей пластиковой банковской карточки. И дальнейшая уже просьба, скажем так, передать деньги, которые якобы на эту карточку будут перечислены. И когда реквизиты пластиковой карточки попадают, скажем так, в распоряжение преступника, при помощи специального программного обеспечения эти деньги просто переводятся на подконтрольный преступнику банковский счет. Важно отзначить, что сами граждане часто сприяют росту такой злочинности за лишние доверливости, а так само не о ведании основ информационной безопасности. До слова особливую складанность у раскрытия киберзлочинствов представляет их транснациональность, означают прокуроры. Миновата удосконалению законодавства, у большьщельному взаимодействию разных правооховных структур нашей краины и замежных коллег был прозвечен круглый стол, заинициованный прокуратурой Гродзенской в области.